здравствуйте я тут то ларсон это проект счастливы по-разному в котором мы ищем секрет семейного счастья у каждой пары он свой я надеюсь что и наши сегодняшние герои подскажут вам ответы на какие-то ваши собственные вопросы мы приехали в гости к андрею и анастасии у них трое детей они счастливы в браке они купили землю дом и переехали сюда всей семьей дом сгорел в первую же ночь если жизнь после пожара и как сохранить отношения когда ты потерял почти все кроме жизни в чем секрет счастья этой пары давайте выяснять нашим героем насти и андрею парамоновым чуть за 30 он программист она сейчас домохозяйка хотя за плечами престижный вуз мгу супруги живут в подмосковье парамоновы многодетная семья у них два сына и дочь сейчас они ждут четвертого ребенка на все проблемы и сложности вокруг супруги реагируют спокойно будто их ничем не удивишь секрет такого отношения к трудностям результат испытания которое супругом устроила судьба они чудом спаслись из горящего дома выскочив на улицу в одном белье морозной ноябрьской ночью пережитое событие закалило и укрепило отношения как в паре так и в семье ласка нежность и забота всегда с парамоновыми чтобы они не делали пилили чай или выбирали растения для своего сада вот смотри на сушь обычная гранатная какая-то десертная гакер соль у нас всяких необыкновенных растений на участке полным-полно давайте хотя бы рябина будет обыкновенный нормальный нет это тот самый дом его пара купила в кредит продав квартиру супруги спешно перевезли вещи предвкушали новоселье настины родители приехали чтобы помочь наладить быт есть электрик говорю все папа мы сейчас с тобой вот сегодня переедем завтра проходим все коммуникации потому что акт приема передачи надо подписывать посмотрим с тобой что исправить что поделать в там в чем что не так не успели потому что в два часа ночи мы выбрасывали своих детей в окно горящий дом получилась вот такая очень интересная история почему он загорелся электрика как ни крути это было электро то есть вы приехали включили свет включили коммуникации даже была более прозаическая история мы дом то выбрали летом а летом естественно никто дом не топит отопление нас здесь электрический котел газа нет поселке и я как бабка вещает тогда продавцу говорю слушайте но мы ведь даже не стировали вот у вас как система работает он говорит мы подключим отопление к вашему переезду мы приезжаем андрей как раз приезжал с моими родителями и папа успел потрогать буквально там парочку вот в одном месте другом это почему разная температура типа тут батареи теплые а тут холодные и на что ключи передавал нам не собственника его брат он говорит ну вот тут слабые насосы стоят типа потом со временем поменяйте ну ладно как потом уже выяснилось действительно они подключали отопление непосредственно перед нашим заездом на раскачали наспех и просто тотальными нарушениями этот котел был подключен и он просто не ну физически не смог проработать вот по сути больше там суток то есть загорелся котел а поскольку это было ночью все спали вы даже не поняли что там как раз таки начала выгорать комната котельная она отлела достаточно долго комната была закрыта и там ну то есть граммаха ничего мы мы не чувствовали его то есть это опять же мы вымотались при переезде мы не собирали детям даже кровать мы просто кинули матрасы все на пол и это нас спасло потому что мы были максимально низко к полу моя семья героическая она перерывала пожар я просыпаюсь у бабушки на руках и очень близко от меня пожар нас эвакуировали ночью в общем неловко получилось то что соседи разбудили тогда я проснулась от громкого хлопка фейерверка спокойно можем взрывать я еще не знаю сколько там сейчас времени не знал то что 2 часа ночи папа открывает дверь а там все в огне там веселыми видим и там он весь в огне и папа отскакивает и кричит пожар я единственное что вижу что там все уже полыхает и это когда мне но это сюр какой-то ну то есть также не бывает что я сейчас проснулась первые часы в доме а там что-то горит у андрея хорошо как это срабатывает инстинкт самосохранения он закрывает и говорит пожар быстро прыгать дом одноэтажный супруги без особой сложности вместе с детьми выбрались из окон в такой момент многие люди начинают паниковать кто-то беспокоится о будущем кто-то сокрушается о потерянном имуществе у кого-то просто начинается истерика у наших же героев была совсем другая реакция и первая мысль у меня было я многократно это всем говорю и где на такого восторга не испытывал никогда я сказала господи мы все живые просто то есть я искренне радовалась тому что мы нам удалось всем выбрать андрея у тебя какие были чувства я больше был озабочен тем что это была ноябрьская ночь мы оказались фактически в одном белье ну я по выбрасывал несколько одеял чтобы хотя бы детей завернуть успел в окно но лично я был в плавках до в единственный чем был это подмерзающие уже лужи мне все-таки успела пока я бегал пока я пытался куда-то всех запихнуть в тепло потому что мое дело десятое пока я смог вызвать пожарных мне все-таки прихватило немножко подморозило пальцы на ногах потом я помучился с ними в тот момент я этого ничего не замечал главная идея вот безопасность дознаватель из мчс нам прямо говорит что обычно в такой ситуации не просыпается потому что постепенное вот это появление дыма который организм не замечает да да то есть вот то что мы проснулись это буквально горчула такого не бывает в основном я говорю значит чудо даже не знаю что было самым страшно наверное самое ощущение то что у тебя сгорел дом а мне больше всего страшно было за мою кошку которую я купила в тот же день переезда он был такой милым котеночком потом я думала что она просто не выживет и какова же была моя радость то что она оказалась жива здорово то что с ней почти ничего не случилось после пожара семья снимала квартиру потом во дворе сгоревшего дома они построили гараж обустроили и переехали в него жить супруги уверены что все будет хорошо ведь самое сложное испытание они с успехом преодолели вместе я думаю что это страшный сон практически каждого человека пожар в котором ты теряешь абсолютно все и и каждый у кого есть свой дом так или иначе об этом думает переживает и этого боится но как справедливо замечают наши герои как бы мы поняли что мы счастливы если бы с нами не произошло несчастье неизвестно были бы их отношения настолько тесными и настолько зрелыми если бы они вместе не прошли через такие страшные испытания и прошли их с честью поистине все поправимо кроме смерти они остались живы потеряли всего лишь вещи это по моему самое настоящее счастье большой дом наши герои не могут ремонтировать потому что уже несколько лет идут судебные тяжбы и строение трогать нельзя так как в нем постоянно требуется проводить разные экспертизы и исследования парамоновы пытаются добиться справедливости получить компенсацию они не отчаиваются хотя делать они со уже годы у нас какие последние обновления ситуации я сейчас с прокуратурой на связи и соответственно жду от них каких-то вынесенных новых решений потому что пока они не поменяют статус наших дел не передадут их в полицию уже то ну как слушай вот эта фраза пока они не это просто я ее слышу сколько получается два с половиной года приближается к трем а что делать вода камень точек говорится уже не горит можно вода пока они не сделают по-другому никак письма письма не затянувшаяся история с бумагами и судами не сгоревший дом во дворе никакие события вокруг ничто не мешает насти и андрею наслаждаться каждым днем в один момент их жизнь переменила русло и потекла дальше но мама очень строгая она постоянно делает нам замечание и пытается чтобы мы привыкли к порядку она нас заставляет убирать нашу комнату каждый день а папа он с очень хорошим чувством юмора моя мама очень спортивная но любит командовать сделать то сделает и и наоборот мой папа очень нужный мне потому что он всегда заступается когда например я не прав он меня поправляет вскоре после пожара супруги обвенчались пережитые события заставили их по-другому взглянуть на отношения когда у нас горели все документы я тогда ехали как раз в банк писать заявление чтобы не вскрывали ячейки потому что у нас сделка еще не завершена в тот момент и мы едем я андрею говорю ну вот все не не документов не о том что мы женаты ничего нет я говорю мне кажется тот момент когда мы должны уже венчаться потому что а что тогда как-то будет нас скреплять и андрей да вот теперь я понимаю что вот этот момент он настал то есть мы всегда думали про венчание как вот ну какую-то такую точку которую нужно прийти но никто не понимал как ты это прочувствует что вот ты дорожда венчание еще что почувствуешь ты в тот момент когда все светское замужем потому что она фактически сгорел буквально сгорел вы венчались в ульяновске на маленькой родине в старой майне в деревне в которой я родился и вырос то есть мы решили что в том доме где тебя крестили не да совершенно верно наши герои родом из ульяновска познакомились они когда были совсем юными как-то на летних каникулах ему было чуть за 20 ей 18 оба учились в мгу но на разных факультетах андрей тогда еще осваивал бас-гитару мечтал стать прославленным музыкантом настя была в группе поддержки музыкантов земляков ездила за ними по маршрутам гастроли это не шутки мы встретились маршрутки везла нас а из ульяновска тогда в пензу потом потом москва какие были обязанности поддерживающего группу ну на самом деле это больше массовка какая-то ну то есть то что ребята приехали не просто и выступают в клубе их там никто не знает а вот то есть позже на мысли никуда которые если что там покричат похлопают громче всех об этом ты еще увидел его на сцене с гитарой ну я на самом деле не столько в музыку как это влюбилась или было впечатлена я просто была покорена молодые люди стали общаться андрей был весьма начитан и молодым человеком поэтому легко смог расположить к себе настю как иначе привлечь внимание девушки 18-летней кроме как максимально провокационными точками зрения максимально циничными рассуждениями и так далее и тому подобное ну как бы все мы были молодыми все мы знаем каково это ощущать себя контркультурным и так далее а почему тебе захотелось именно ее внимание что ты на самом деле я просто это делал потому что это было весело потом понял что я не встречал более подходящие мне девушки вот и все постепенно мы это заметили постепенно мы это поняли что здесь мы сходимся в системе ценностей здесь мы думаем в одну сторону он быстро осознал что музыка не принесет ему ни славы ни богатства не успеха и сменил вектор интересов начнем с того что музыканты я не настоящий я просто хорошо умею притворяться что я много послушал я выбрал там интересные фразочки я вовремя их вставляю значит выглядит как будто я понимаю что я делаю вот соответственно как образ жизни это да и покатавшись по турам поночевав по пискам обнаруживая себя в липецком лесу в маршрутке спящим я понял что наверное не моё я решил наверное все-таки закончу университет нормальное и буду заниматься нормальным делом наверное как хороший инженера будут полезнее обществу чем нежели плохой музыкант андрей признается что у него ко всему в жизни свой особый так называемый инженерный подход он практически мгновенно принимает решение редко когда ошибается так же быстро он принял решение что ему непременно нужно пойти в армию это стало хорошей проверкой и для него самого и для его романа с настей к пятому курсу у меня была уже постоянная работа у меня было написание дипломной работы а ты жила в москве я учил в москве и в этом какой-то момент я просто понял что нужно что-то в жизни поменять кардинально поэтому я буквально сдал экзамены дипломные и сразу пришел в военкомат и сказал чем раньше я уведусь чем раньше я вернусь поэтому забирайте меня пожалуйста вы на тот момент уже были парой или вы просто дружили мы общались часто но вот в процессе всего этого мы пришли к выводу что да мы писали огромное количество писем что для начала десятых это уже было моветоном именно бумажные письма потому что у них есть свое очарование как ни крути а слушай но они не было ли для тебя это странным ты в москве его у тебя открыты все вообще возможности ты в сердце мира можно сказать это какой-то странный парень в ульяновске он кажется симпатичный умный взял в армию шел ну я во первых как бы клюнула вот как раз таки на его потенциал а я всегда тянулась по жизни к очень умным людям я андрея держала на самом деле про переписку мне многие кто говорили типа настя ну чё за ерунда сидеть год ждать писать какие-то письма вы вообще о чем ну то есть сейчас он вернется из армии у него там работа другом городе я говорю ну мы посмотрим она была единственная девушка которая тебе писала письма в армию нет но была единственная которую я отвечал так скажу после окончания службы пара поженилась настя ждала андрея из армии но при этом предложение руки и сердца ждать не стала я сказала только андрей ну если мы вместе то нам надо жениться если как бы нет то нет ну то есть это кстати совет всем когда мне спрашивают а как вот андрей тебе сделал предложение группа как я ему сказала либо дали вы не делали каких-то там хитрых многоходов чек как намекнуть или еще что то я прям тексту сказал армия явилась важным этапом который помог молодым понять что они по-настоящему друг друга любят и хотят быть вместе в семье даже сохранилась переписка со времен службы она уцелела в огне но вот это как раз то что из пожара осталось вот я тебе сейчас зачитаю то что почерк наверно тебе не очень понятно будет салют тебе мой славный пончик поразительно я пишу тебе письмо в субботу днем сразу после полковничьей проверки я удивлен что в такое обычно крайне суетное время я могу с удовольствием сидеть перечитывать письмо на зеленых листочках и смакуя и никуда не торопясь выводить ответ замечательная веха 20 недель в армии во временном жилье семьи чувствуется особенная атмосфера все это дело рук насти она старается даже в гараже как называет это место семья создать уют во дворе разбит небольшой огород это хобби настя мы с тобой находимся на твоем огороде я выросла на даче в детстве я помню как мы пололи клубнику собирали значит подвязывали помидоры собирали колорадский жуков с картошки на всю жизнь запомнила поэтому я сейчас не заведу никакого огорода зачем тебе это абуза это же очень тяжкий труд это не абуза если ко всему подходить очень ну как грамотно и творчески вот я люблю клубнику поэтому вот на клубнику я много потратила и место и ресурсы и в том году даже заморочилась тем чтобы вырастить семечек георгий георгий и только мыть надо там есть красивые красные сколько ее можно есть в писании сказано блажение отдавать нежели брать наши герои своим собственным примером показывают как можно эту заповедь воплотить в реальной жизни но мне кажется что здесь все же немножечко тонн задает именно анастасия глядя на то как она дает себя дому детям и даже своему огороду ты понимаешь что для нее отдавать это поистине большая радость как этому научиться я не знаю возможно для этого нужно пройти те испытания через которые она прошла со своей семьей слушать ты же закончила истфак мгу это вообще лучшего страны очень серьезный факультет а теперь у тебя огород трое детей в тебя ты совсем не занимаешься по профилю своему профессиональному я не люблю как-то придумывать себе регалии да там и говорить а я вот тут вот было я вот тут вот сделал моя наверное какая-то историческая миссия сейчас заключается в том что мы возродили с моей подружкой революционную историческую организацию женскую как называется союз русских женщин так и называется и мы впитали просто все то прекрасное что эти женщины несли в тот момент поняли актуальность нам именно как историком важно показать как много мы в истории не знаем и прекрасная светлая но у нас было и это из этого светлого нужно как подпитываться учиться этому брать пример поэтому историческая моя миссия на вот такая у союза который хочет возродить настя много задач это вовсе не некое новомодное течение главная цель союза напомнить женщине о ее главной роли быть мамой женой хранительницы очага и при этом носительницей особенных ценностей а что за книгу вы написали книга написана мною и двумя еще девочками мы все дружим мы все закончили эстфак мгу на мне была важная миссия многодетного родителя именно с практикой с теми вызовами с которыми родители сегодня сталкиваются эта книжка о семье называется нарастим ребенка вместе вот о семье о семейных ценностях о том наверное в чем черпать ресурс любовь которая прошла закалку армии и пожаром сложно разрушить от всех внешних событий семья будто закрыта все что происходит снаружи внутрь не проникает в семье парамоновых умеют радоваться жизни ценят простые вещи мне довелось стать свидетелем одного очень важного события родители сообщали детям что в семье будет еще один ребенок красота здорово заберите пожалуйста поработать а до этого дочка наша героев призналась что давно об мечтает и очень мечтаю сестренки на самом деле была такая смешная ситуация мы с мамой это как-то обсуждали и мама говорит ну ты понимаешь просто папа не согласится не хочет чтобы учить ребенка не будет 3 хватает и тогда я просыпаюсь и сижу там за завтраком папа говорит ну да нам нужна сестренка вот видите даже место у нас за столом пустую у нас на столе симметрично расставлено 6 стульев и я сижу рядом с пустотой у нас есть папа для вас подарок какой секрет секретный супер секретный подарок он у меня далеко но я это словах могу сказать у нас будет еще ребенок это правда абсолютно абсолютно точно точно это самая счастлива новость и за кого не хочется плакать уже точно как будто почему вот так незаслуженно игнорируете мы вроде у меня есть такая идея возможно вы решите что я натягиваю сову на глобус но все-таки я про себя думаю вот покажи мне своих детей и я скажу тебе кто ты ну правда бывает что ты знакомишься с парой и потом встречаешь их детей и тот прекрасный образ который тебя первоначального знакомства создается он как-то видоизменяется если не рассыпается когда смотришь на детей андрея и насти этот мой тезис в полной мере подтверждается настолько они открыты и воспитанные коммуникабельные интересные классные дети несмотря на все то через что они прошли вместе со своими родителями они вызывают желание общаться и с ними очень интересно бывает так что дети и родители в чем-то не сходятся ругаются между собой в этой семье есть интересный способ примирения когда иногда ссоримся с мамой мы как и в изменении мы иногда говорим словами а иногда пишем просто открытку с извинениями и подосим иногда пойдем кладем под подушку и что чтобы кто-то ну и чтобы мама нашла ее и там была эта открытка один даже на дверь повесила такую открыла ее и прочитала извинения мои супруги признаются что пережив пожар они стали ценить каждый момент проведенный вместе в отличие от других наших героев им не нужно специально выкраивать время чтобы провести его без детей у нас на самом деле не так много времени вот если измерять в часах когда мы можем проводить его вот этот вдвоем и мы к на самом деле не сильно стремимся есть выдается момент там приехали наши родители ну как-то помочь мы любим очень гулять просто гулять разговаривать куда-то зайти поужинать пообщаться выехать в город ну неважно на самом деле куда даже это не обязательно пойти в топ каких-то мест нет то есть просто побыть вдвоем красиво мне нравится и вообще вода летом очень приятно всегда если же с детьми посидеть некому то супруги могут отправиться с ними куда угодно хоть в ресторан хоть в путешествие совершенно недавно мы ездили на свадьбу своих друзей на побережье черного моря мы были единственные кто привез с собой всех своих детей потому что вызвали шок потому что это была неделя которую я спокойно провел со всей своей семьей для меня это гораздо более важно сейчас есть особый секрет семейного благополучия парамоновых хотя это вовсе не секрет но многие про него забывают взаимное уважение андрей всем так потому что это правда я также всем говорю что дважды два равно 4 пока до сих пор не ошибся вот главное это взаимное уважение без него не строится никакие отношения не в работе не в семья это основное все остальное это нажимное и как мы поняли приходит и уходит это не особо важно еще раз на один сантиметр нет все 167 за счет здесь тоже будет 167 7 давай слушай меня очень поразила твоя мысль о взаимном уважении о том насколько это важно в отношениях откуда в тебе это чувство вот собственного достоинства такое это скорее результат того что я во время своего взросления я вовремя застал становление интернета в россии и в дикие интернет времена когда там цензура отсутствовала и в принципе люди пускались кто во что гораздо в интернете это мне помогло сделать прививку от хамс да потому что и сгенерировал я его достаточно туда и получил в ответ достаточный определенный момент я понял что ну все я спинаелся мне хватит а в детях можно вот воспитать это чувство собственного достоинства как следствие уважения к другому человеку мне кажется это только пример с детьми так всегда за что не возьмись наверное только примером да я других способов не знаю потому что в своей семье просто тоже действительно наблюдал всегда уважение всех и как бы и это начинается с бабушек и девушек это начинается с родителей в принципе так что да наверное так андрюш смотри тебе это вырастить сына посадить дерево достроить дом так с сыновьями перевыполнил с деревьями перевыполнил к дому мы еще вернемся ну что же сегодня мы побывали в гостях у замечательной пары анастасия и андрея и убедились что если сердце горит любовью семьи не страшны никакие пожары это проект час его по разному мы ищем рецепт семейного счастья у каждой пары он свой но я уверена что сегодня вы нашли какие-то ответы и на свои собственные вопросы смотрите наши фильмы делитесь ими с друзьями лайкайте наши соцсети мы уже снимаем новую историю и мы точно знаем счастье есть а